Кстати, спасибо всем тем, кто делится уже своими результатами, впечатлениями, которые вы получили благодаря тому, что занимаетесь по одной тренировке вместе со мной. Всем здравствуйте! Спасибо, что вновь со мной. Спасибо, что стремитесь к совершенству своего тела и души. Это видео привязано к тому самому видеопризнанию, которое вы видели. Если вы не видели, кликайте вот сюда и посмотрите обязательно. Я знаю, что это видео вам очень понравилось. Спасибо вам огромное за слова поддержки, которые вы мне писали внизу в комментариях. Это действительно очень мотивирует, так же, как и я, наверное, вас мотивирую. Вы об этом тоже мне сказали. В общем, спасибо за такой взаимозачет. И это видео продолжение. То есть сегодня я подвожу маленький итог спустя некоторое время, чего же я добилась на пути к совершенству своей фигуры. Для тех, кто меня видит в первый раз, я расскажу о том, что я пострадавшая в плане своей фигуры. Я стала мамой во второй раз ровно месяц назад, ровно 4 недели назад. И вторая беременность меня сделала абсолютно бесформенной, нежели первая. Да, после первых родов я выходила на каблучках. Можно сказать, практически тонкая звонкая, но вторая беременность подкосила мою фигуру. В общем, мне стыдно на себя смотреть в зеркало. Я решила поставить себе цель ровно через 2 месяца прийти в форму, потому что будет 1 июня. И мне хочется на пляже появиться в приличной форме, в красивой, подтянутой, без целлюлита. Хотя бы иметь талию, упругую попу и также красивые бедра. И тонкие руки, тонкую шею. Хочется, конечно, подтянутый животик. Поэтому я стремлюсь сейчас к этому. В том видео я рассказывала лайфхаки свои, которые я собиралась применять, чтобы добиться идеальных форм. И сегодня прошло ровно 4 недели с того дня, как я родила. И ровно 3 недели с того дня, как я снимала то самое видео о лайфхаках. И там же я показала свои килограммы, свои объемы. И, в общем, оттуда я стартовала. Ровно 3 недели прошло. Что же произошло за эти 3 недели? Каких изменений я добилась и каких результатов? Я точно знаю, что вы можете мне сейчас написать и сказать, что мое лицо точно похудело. У меня есть скулы. Да, это правда. Ведь с родами у нас уходит лишняя вода. Это в первую очередь. А уже далее у нас остаются жиры, ослабленные мышцы, которые висят. Кожа, которая сверху вот так вот свисает. Вы тоже могли это все видеть в том самом видео. В общем, скажу так, что после съемки того видео, вот ровно на следующий день я потеряла буквально 1 килограмм. То есть, до съемки я проверила свой вес, и он у меня был 70 900. После съемки, наверное, я так старалась делать то видео, что я похудела, пока я его снимала. В общем, после съемки я стала 69 900. В течение целой недели я потихонечку сбрасывала. То есть, где-то уже через 3 дня я стала 68 900. И так до конца недели я добилась результата 68 600. Что вы думаете? Пошла вторая неделя. Мой вес просто застопился. 68 600, 68 500. И он вот так целую неделю. Я очень расстраивалась всю эту неделю, потому что вес остановился. А я слышала много таких историй, когда девушки жалуются, что вес просто вот встал, и он не сдвигается. И да, я могла видеть, что мое лицо действительно становится очень изящным. Приходит в норму, шея вроде бы тоже похудела, ключицы, руки. Все, дальше поехали. Грудь – это отдельная история. Живот. Живот, конечно, немного уменьшил ту самую жировую складку, которая успела нарасти. Но он по-прежнему был большим, талии не было. Вы также могли видеть пост в Инстаграм с моей прекрасной фигурой. В те дни, когда я стала сбрасывать килограммы, я заметила, что у меня стал уменьшаться целлюлит. То есть именно подкожная жировая прослойка, которая была довольно-таки большими буграми, она стала иметь мелкие-мелкие такие бугорки. Целлюлит буквально на глазах стал уменьшаться. Видимо, то, что ушла лишняя вода. И также, как вы помните, я собиралась принимать капсулы целлюлайн. Целлюлайн работает. Плюс ко всему, я ввела большое потребление воды, я стала пить очень много зеленого чая. Как я планировала начать заниматься своими самостоятельными упражнениями? Конечно, я мамочка двух детей, и вы представляете, с утра сначала одного ребенка покормить, потом просыпается второй, и ему завтрак нужно сделать, им двоим нужно сделать массажики, гимнастику, потом выгулять. У меня не было просто ни секундочки на себя. Но что точно я вам могу сказать, я никогда в жизни не вставала с постели без пары-тройки легких маленьких упражнений. Прежде чем встать на пол, я быстро могла размять свои стопы, щиколотки, чтобы не бежать вот так вот, вскакивая с кровати. Я уже сто раз рассказывала на всех своих двух каналах о том, что вставать просто так с кровати очень вредно. Субтитры сделал DimaTorzok Делать массаж своих ушных раковин, это я вам тоже советую с самого начала моих проектов. Тренировочки у меня были на протяжении этих четырех недель, на протяжении этих трех недель, хотя я в роддоме, кстати, тоже начала заниматься, ну, давайте скажем, на протяжении четырех. Где-то было всего четыре такие полноценные тренировочки. Суставная гимнастика, прокачка бедер, такая хорошая, с махами, подтягивания на турнике и прокачка нижнего пресса. Вроде как пресс можно качать через 60 дней, но я это обычно начинаю делать раньше. Видимо, все в совокупности вместе с моими капсулами целлюлайн дали какой-то, видимо, результат более-менее уже. То есть целлюлит ушел, но бедра до сих пор остались полными здоровыми. Пятая точка вот такая большая круглая. И икры, конечно, тоже такие еще пока пухлые, мне это не нравится абсолютно. И это нужно просто уменьшать в объемах. Как я собираюсь дальше это делать? Это нужно сушить. Я всем вам рассказывала, что пробежки хорошо сушат, потом определенное питание, естественно, хорошо сушит. Да, к питанию я вернулась, как обещала, к здоровому более-менее, по крайней мере, мои завтраки. Я уже сто раз рассказывала, почему так важно начинать правильный день с правильных завтраков. И они также могут позволить подсушить себя, потому что после правильных завтраков не так хочется кушать к вечеру и ночью тем более. Я ночью никогда вообще не ем, но если только беременные чизкейки, да, я это делала. Завтраки и сохнуть, сушиться. Вы помните, что я также рассказывала про эту щетку. Раньше, да, она у меня была в обиходе как зубная щетка. Сейчас мне мои домашние часто напоминают и не забыла про щетку. Я говорю, что да, я до сих пор не могу ее внедрить в свой обиход. Почему? Потому что я просто забегаю, заустану и, в общем, я забываю про эту щетку. Но использовала я ее всего лишь где-то раза два, наверное. Как для бедер, так и для живота. Хочу сказать, что у меня там, где жировая прослойка осталась на животе, там же есть немножко еще и целлюлит. Можно видеть такие легкие бугры. Но в целом картина улучшается. В общем, я остановилась на том, что на второй неделе мой вес застопился на цифре 68,600. Когда я перешагнула этот порог, началась третья неделя. Я увидела с утра на весах минус один килограмм. 67,600. Так я дошла до 67,400 к концу недели. И мой вес вновь встал. Четвертая неделя 67,400. И сегодня конец четвертой недели. Ровно конец четвертой недели. И я вижу на весах 67,100. Ура! Это классно! Я считаю, что мой вес идет стремительно вниз. Сейчас начнется второй месяц, последний месяц для достижения моей цели. Я думаю, что сейчас дела пойдут быстрее. Потому что сейчас я просто втягивалась. Я все-таки запустила механизм похудания. Потому что я стала не вставать просто так с кровати во время беременности. Иногда я это делала. Я стала делать свою гимнастику. Сейчас я начну упорно выполнять свои самостоятельные упражнения. Пока я готовлю кашки. Пока я стою у плиты. Пока я могу помыть посуду. Пока я чищу зубы. Вы все знаете эти упражнения. Кто не знает, тот присоединяется к нам на канал Катя Энерджи. Вот здесь вы можете подписаться. И с сегодняшнего дня я начну по очереди выкладывать такие самостоятельные упражнения. Благодаря которым можно подкачивать попу просто незаметно для окружающих. Можно также сушить себя. Можно худеть. Можно просто укреплять полностью тело. Работа с собственным весом. И вы будете сушиться. И вы будете укрепляться. Соответственно худеть. И будете всегда в тонусе. И вам не нужно будет тратить на свою фигуру большие деньги. И много времени на тренировках в тренажерных залах. Потому что я вот таким вот образом поддерживала долгое-долгое время свою фигуру. Вы могли видеть, какой я была раньше. До рода. И очень надеюсь, что сейчас именно таким образом я буду приводить свою фигуру в порядок. Я верю, что мне это все поможет и вернет меня в нужную для меня форму. У меня есть цели. Это главное. Так же, как у вас. Я надеюсь. Еще, дорогие мои зрительницы, я знаю, что есть люди, которые очень скептически воспринимают, когда начинают что-то с удовольствием рекомендовать своим зрителям. Но я продолжу это делать. Да, это не секрет, что блогерам на обзор присылают какие-то продукты косметические. И, кстати, некоторые зрители думают, что мы их не используем. Что мы их просто так показываем. Получаем за это большие деньги. И все, собственно. Я хочу сказать так. Сразу расставить все точки над И. То, что я выбираю косметику для себя, для своих обзоров. Именно ту, которую я хочу попробовать. Именно то, что я хочу использовать. Мне не нужны банки, которыми я заставляю свои ванны, потому что без того всего хватает. И, естественно, я выбираю то, к чему у меня есть интерес. Вот сейчас я хочу вам показать такой продукт, который мне буквально на днях недавно прислали. Я просто расскажу предысторию перед тренировками. Как раз важно. Дезодорант. Ни один дезодорант в мире мне не подошел. Ни Шесейда, ни какие-то там другие просто обычные из супермаркета. Не помню их название. В общем, мне подошел только дав дезодорант. Почему? Потому что, допустим, Шесейда, вот он парфюмированный. И он давал какой-то странный такой аромат в конце дня, потому что этот слишком сильный парфюм, он потом превращался во что-то странное. В общем, он мне просто не подошел. Мне не подходил ни один дезодорант, и это было страшно. Я сидела на DAF очень много лет, потому что это единственный дезодорант, который мог действительно меня защитить. И лучше было не использовать ничего, чем использовать другие дезодоранты. Потому что другие дезы, они делали только хуже ситуацию. Мне становилось как-то влажно под мышками сразу. В общем, мне прислали Веледу. Буквально на днях. Вчера первый раз я ее попробовала. Это дезодорант. Помимо дезодоранта мне прислали еще продукт, о котором я вам позже расскажу. И это все из серии гранатовой. То есть, эта продукция сделана из гранатовых вытяжек. Здесь я почитала очень много интересной информации о Веледе. О том, что у них есть свои собственные сады, где там все это выращивается. Со своих садов они собирают эти плоды. И далее вот таким образом стуют эту продукцию. Которая экологически чистая, которая полезная. Но, в общем, вы все знаете. Это швейцарский бренд. Какие-то масляные, какие-то восточные. Интересные очень такие натуральные ароматы. Я думала, что натуральная косметика, она не может радикально как-то работать. Она натуральная. То есть, она где-то имеет погрежности. Но этот дезодорант просто вот 24 часа в сутки. Поэтому вот просто я вам рекомендую от души. Если кому-то интересно ходить на тренировки и не потеть, простите, там. То вы можете использовать вот такой продукт. И он вас защитит. Почему я сейчас это все говорила? К тому, что у нас на Катя Энерджи начинаются тренировочки. Переходим на фитнес-канал Катя Энерджи. Еще раз говорю, что здесь можно подписаться и перейти. И также внизу есть под видео ссылки. Разворачивайте описание. Кликайте на активную ссылку. Подписывайтесь на фитнес-канал. И будем стремиться с вами вместе к совершенству. И будем делиться впечатлениями. Кстати, спасибо всем тем, кто делится уже своими результатами, впечатлениями. Которые вы получили благодаря тому, что занимаетесь по одной тренировке вместе со мной. Я вас очень люблю. И нет предела совершенства. Вот и все. На сегодня я буду продолжать снимать эти видео онлайн. Мы будем смотреть, как меняется моя фигура. И посмотрим результат. Ну, к первому июню. Я надеюсь, не разочарую. Все. Всем спасибо, что были со мной. Жду ваши отзывы и пожелания на новые видео внизу, под видео, в комментариях. Всем пока.